Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире подкаст Код Города, в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Бенбедев. Сегодня у нас в гостях из Томска Виктор Мучник, историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор легендарной Томской телекомпании ТВ-2. Добрый день, Виктор. Здравствуйте, Сергей. Вы знаете, первое, когда я приехал в Томск, что мне рассказали, и я прям не мог поверить, неужели до сих пор есть обида, что не построили Транссиб, не довели до Томска Транссиб? Ну, обида не обида, но вот такой миф о Транссибе, о том, что не довели, вот это вот отношение к Новосибирску особое. Вот есть такие парные города в России, Питер-Москва, Перми-Екатеринбург, у которых друг к другу вопросики есть. Но обычно у Питера первопрестольный, да, а у Перми к Екатеринбургу, а у Томска, соответственно, к Новосибу. Вот, что мы там, вот, сибирские Афины, там, первый университет за Уралом, а вы вообще кто здесь? Вот такое, конечно, есть. Это отчасти всё уже анекдотическое, конечно, не сказать, чтобы серьёзное. Но если разобраться, конечно, то, что Транссиб мимо прошёл, это на историю Томска реально повлияло всё-таки. Томск был губернским городом, ну, ощущающим себя столицей. А есть вот описание у Эренбурга, когда он там побывал в Томске где-то на рубеже 20-х, 30-х годов, и вот он описывает вот это ощущение захолустности. И, видимо, что-то в этом какая-то правда есть. А потом там снова, я его помню уже, давно живой, я его помню в... 60-е, 70-е, да, мне кажется, такой расцвет пошёл. Тут несколько этапов, конечно, было. Ну, во-первых, эвакуация, если говорить, вот уже во время войны, там снова промышленность появилась. Потом «Атомный проект». «Оборонка», «Оборонка» и «Атом» пошёл. «Оборонка». «Нефть». «Учёный, нефть». Ну, и очень амбициозный человек, памятный многим. «Легачёв». «Егор Кузьмич Легачёв», конечно, это уже 60-е. Он местный авторитет, кумир? Ну, кумир, к нему разные отношения, конечно. Учитывая же его, как бы, так сказать, в этом, в перестроечном контексте, но у вас в Томске, наверное, своё отношение. Вот у меня основной вопрос, конечно, за ним большой грех. Это Колпашева, когда скрылись вот эти захоронения. Ах, это уже при Легачёве было. Да. Я думал, это раньше. Конечно, он был первым секретарём обкома. Он 20 лет был, да? Он где-то с 65-го по 85-й где-нибудь, наверное. До перестройки, да. И, конечно, он потом отрицал всё время свою, что его ставили в известность, что это без него, что эта контора решала всё топить по новой расстрелянных и врать про то, что это люди. Это жуткое, конечно. Я думаю, это надо сейчас напомнить. Не все, может быть, не все наши слушатели знают историю Колпашевского яра. Колпашевского. Колпашевское, правильное выговорение. Вот расскажите, это какой год было, что там вскрылось захоронение узников ГУЛАГа? Там в Колпашево был один из логистических центров вообще большого террора. Это под Томском, на высоком берегу реки Томи. Да, под Томском, на берегу реки Аби. Там расстреливали. И вот, значит, это захоронение в конце 70-х годов. А вот меняло чуть-чуть русло, это захоронение вскрылось. И тела поплыли по реке. Причём надо понимать, что в Колпашево на ту пору ещё, в общем, люди-то жили, помнили, которые, в общем, там понимали, что там произошло. И вот с этим что-то надо было делать. То есть их можно было эти тела по-людски захоронить, ну вот как бы мы по-человечески решили, да? А для этого просто случая никаких человеческих решений властью вообще не предусматривалось. У неё сразу рефлекторно, там контора и топить тела. Топить тела и врать, что это то ли жертва белогвардейского террора, то ли какие-то расстрелянные дезертиры. В общем, врать, врать и врать, врать топить. Это правда, что рубили винтами тела поплывшие? Всё, что могли, делали. То есть там их не специально рубили винтами тела, их в основном топили. А там решили это всё захоронение полностью размыть, уже уничтожить, чтобы его не было. Для этого подогнали, соответственно... Землеройки вот эти, да. Да-да-да-да, ну, они там крутили, вымывали, тела эти плыли по реке. Мы про этот фильм сняли. Потом уже, много лет спустя... Эта история, кстати, она как бы жива в памяти города? Жива, да. Да, она, конечно, жива. Не только в кругу правозащитников? Нет, не только. Если Томичу обычному скажешь, то человек моментально знает, о чём идёт речь. Колпашева... Я не знаю, всякие ли, ну, скажем так, очень-очень многие знают. Потом надо же понимать, да, про Томск, что это место... Ну, вот есть смешная расшифровка Томска как аббревиатура, да. Таёжное, отдалённое место ссылки и каторги. Шутка, которая отражает суть дела. Он, собственно, рождался как город. Вот ссылка, она его с самого рождения сопровождала. Она же и создала его культурный потенциал во многом. Вот я сравнивал, сейчас я как бы готовясь к этому эфиру, мне пришло ей в голову, что с Вологодой можно сравнить. Тоже город Сыльных, который дал, в общем, очень мощный такой культурный всплеск того же Шаламова. Ну, да, но я что-то даже думаю, что если говорить о Томске, то ссыльная история у него ещё многослойнее и длиннее. Вот первые ссыльные... Там Ганнибал был уже. Первое такое событие, чётко которое со ссылкой, ассоциируется в 1634 год. 30 лет со времени основания Томска, 1604 год. И те, кого называют Литва, а это были пленные, ну, которые там были поселены, ну, и понятно, там кто казаки служили, кто там землепашествовал, это ещё города-то нет, Астрог. Они готовят бунт, хотят убить воевод, захватить имущество там пограбить и идти в родные места из Томска. Вот такой анабазис немыслимый через всю Россию. Ну, времена были... Ну, чехи-то дошли потом, чехи-то доехали до Томска. Чехи доехали, но тогда железки не было. Раз, это 1634 год. Ну, не случилось у них, в общем, их повязали, и времена были резкие, там с Москвой не стали консультироваться, их перевяжли. А в 1814 году история повторилась. Там уже были пленные поляки после наполеоновского похода, да, и они тоже затеяли, значит, заговор. У них была концепция такая, что вот они сейчас тут тоже что-то немного прибарахлятся и пойдут навстречу Наполеону. У них была концепция в 1814 году, что Наполеон должен снова пойти на Россию. Он, правда, сидел ещё в это время на Эльбе, ещё сто дней не начались. Но, видимо, как-то они предчувствовали. Вот он думал, да, дойду до Парижа и поверну на Томск. И потом дальше туда-туда за Урал. Ну, в общем, тоже их заговор не состоялся, в общем, их повязали, но времена были уже мягче. Их просто растыкали там по разным углам. В общем, ссыльные создали большую такую протестную культуру, альтернативную культуру и большие имена. Потому что Клюев, Шпет в Томске. Бакунин. Ну, Клюев, Шпет расстрелянный, Бакунин. Много расстрелянных, естественно, в Томске. Это, если говорить о большом терроре, то, в общем, это целый слой людей вынесены. Там польская операция, например, была. А Томск – это же поляки. В значительной степени несколько поколений поляков. И вот я смотрел, я когда занимался семейной историей, мне доводилось смотреть там в архиве книги, вот эти домовые, ну, там недождение. И ты понимаешь, что вот целый мир вот этой польско-литовской культуры, он просто был во время польской операции, он был просто выкашен и снесён. Ты понимаешь, какой это был большой мир. Вот только одно ответственно. Польская операция какой, имеете в виду? Большой террор, 37-й год. А, 37-й. Да, там целая деревня есть, тут где недавно храм восстановили, польская была почти полностью. Костёл. То есть мужиков. Костёл был в Томске? Конечно, конечно. Но он и сейчас есть. Сейчас есть. Он был, потом перестал быть, потом вот сейчас есть. Католическая, ну, небольшая католическая община есть, конечно. А было всё, вот был такой католический мир, потому что ссыльных поляков было много. А куда их ещё ссынуть? Ну, в любом случае, это какой-то сильный очень потенциал протеста и альтернативы, потому что я смотрю, что Томск – это один из центров сибирского областничества. Ну, сибирское областничество, оно лишь отчасти связано со ссыльными по своему зарождению. Ну, например... Нет, нет, я не ссыльными имею в виду, что город, как сам по себе, среда, порождающая некие антиимперские настроения. Ну, это да, конечно. Ну, и Потанину это примечательно. Ему рекомендательные письма в Петербург, когда он поехал учиться, Григорий Николаевич Потанин. Да, это знаменитый географ нашим, сказать, из лидеров сибирского областничества. Ну, собственно, лидер, идеолог сибирского областничества. В Томске очень почитаемая фигура. Он, когда мальчишка ехал учиться, рекомендации ему дал в Петербург Михаил Александрович Бакунин, ссыльный. Ну, и Григорий Николаевич там приняли хорошо. А интересно, что самого его сослали туда, на Запад. Из Сибири ссылают в Гельсингфорс. Да, верно, это же его друг Николай Ядринцев, он же написал вот это вот примечательное, что мы первые люди, которых вот сослали не в Сибирь, а из Сибири, и тем самым признали Сибирь нашей Родиной. Да, сослали из Сибири в Европу. Да, из Сибири в Европу, да. И, собственно говоря, если про областничество говорить, оно явление же... Ну, вот это молодые люди, которые учились в Петербурге, в столице. А это время, это же время нацбилдинга везде. В 60-е и 70-е. Да, и, ну, собственно, вот когда их судили и на каторгу отправили... 65-й год, по-моему, да. Это же реформы, реформы Александра, вот это время, разморозки. Вот это вот всё, а у них там вот эта прокламация. И, в общем, Потанин-то вообще, судя по всему, вообще ни за что поехал на каторгу. И прокламация к этой знаменитой, которую им вменяли о намерении устроить в Сибири государственное подобие Соединённых Штатов, и резкая вот эта прокламация, сам Потанин, судя по всему, к ней вообще никакого отношения не имел, даже про неё не знал. И он принял, как он потом уже в мемуарах писал, но мне было неловко, что вот моих товарищей осудят и отправят на каторгу, а я, а он себя воспринимал как лидер этого кружка и был этим лидером, а я вроде того, что окажусь не при делах. И вот он поехал на каторге, отбыл, ну, там не весь срок. Ну, он был амнистирован, да, где-то, и довольно быстро он уже отправился в свои легендарные экспедиции. И стал великим исследователем, монголоведом и, в принципе, человеком с очень серьёзной научной биографией. Мне доводилось разговаривать пять лет назад с японским профессором Танако Кацухико, сейчас ему уже 90 лет, тогда было 85, а он книжку написал про Потанина. На японском эта книжка называлась «Сибирь и независимость». У нас её перевели как-то аккуратнее, по-моему, под названием издали «Потанин», ну, что-то там «Жизнь и судьба», как-то вот так. И я хотел поговорить с профессором, как узнал про эту книжку, мне рассказали, давайте по скайпу поговорим, мне говорят, издательница, он сказал, а что ж по скайпу? Я, говорит, в Томск приеду ради такого дела поговорить. И вот пошли мы с ним сходили к могиле Потанина в университетской рощи, а потом разговаривали, а я его спросил, а, собственно, откуда Потанин-то в вашей судьбе, сенсей? И он говорит, что я вот заинтересовался именно исходно монголоведческими его работами, и для меня он был прежде всего монголовед. Я с удивлением узнал, что Потанина издавали в Японии, он про книжку про эту рассказывал, профессор, в 1945 году в Токио издали, то есть вот Токио бомба сыпется, война, город, собственно, сносит с лица земли, а какой-то человек в это время издает Потанина. И это потрясающе вообще, конечно. И вот мы с ним как раз, с профессором, про это всё говорили. И он говорит, что да, я не монголовед, он монголовед. Он говорит, да, я считаю, что это, да, серьёзная работа, серьёзный вклад, именно как учёного. Но написал книгу он всё-таки о вот этих вот автономистских идеях. Да, а книгу написал, ну, про Потанина как общественного деятеля. А насколько это был вот такой эксцесс, всегда ссылаются на сибирское областничество, или это оставило какой-то политический шлейф, какое-то наследие? Ну, во-первых, оно, конечно, было очень серьёзным политическим явлением в конце 19-го, начале 20-го века. И ему было на чём, вообще-то говоря, основываться. Ну, вот есть знаменитое сочинение Николая Ядренцева «Сибирь-колония». Это толстенный основательный том со статистическими выкладками, там, с историческими экскурсами. Для своего времени фундаментальнейшая работа. В общем, они были деколонизаторскими активистами задолго до того, как появились. И все эти нынешние слова... Адрианов ещё там, по-моему, был. Да, расстрелянный ученик Потанина. Его большевики расстреляли издателя. И это, конечно, было очень серьёзно. И всё-таки сибирское государство даже было создано после Октябрьского переворота. Вот это я хотел сказать. Да, как после Октября как раз опять-таки в Томске очень сильный начинается там Сибирский областной совет. Да, это возникло государство, но оно не определилось ещё окончательно, какие там будут отношения с Россией. В общем, ничего на этот счёт не было решено, но оно возникло. И Потанин в это время ещё был жив. Ну, его называли «Сибирский дедушка». А как он с Колчака он принял? А здесь сложно. На самом деле, вот когда Лавр Георгиевич Корнилов затевал свой ледовый поход, когда он пытался кого-то найти в Сибири, с кем поговорить на тему, там, как-то оказать содействие, что он делает? Он пишет письмо кому? Он пишет письмо Потанину. И вот письмо это, его можно прочитать, оно такое, ну, как бы как... Лавр Георгиевич же тоже монголоведнем интересовался. И языки знал. И это было письмо как от ученика к учителю. Окажите содействие. Но Потанин, он большевиков не принял. Ругал их всячески, крыл всякими словами, ну, потому что, с его точки зрения, сама вот эта идея государственного насилия, она для него была абсолютно неприемлема. Вот когда людей рассматривают как материал для строительства чего-нибудь. Ну, он же не даром ему, Бакунин, рекомендации давал. Он был человек, скептически относившийся к государству вообще. Вот. В то же время, когда, значит, вот в Томске взяли несколько большевиков и колчаковцы, значит, готовился расстрел, он написал письмо Колчаку, что не надо расстреливать. И Колчак оставил на этом письме визу. Оставить без... Рассмотрение? Без рассмотрения, да. То есть расстрель не принял к сведению письмо? Не принял к сведению позицию Потанина и расстрелять. А Потанин, ну, я люблю его. Вот всё, что я про него знаю, оно к нему очень располагает. Вот мой друг Андрей Сагалаев, совершенно глубокий этнограф, к сожалению, рано ушедший из жизни, он вместе с Володей Крюковым, писателем и журналистом, они написали лучшую книжку, на мой взгляд, о Потанине, давно, 30 лет назад, почти. И вот в этой книжке он сопоставляет Потанина и Пржевальского. Два самых знаменитых путешественника той эпохи. И два типа человеческой личности и отношения к окружающему миру. Пржевальский – это такое бремя белого человека, колонизатор. Русский киплинг. Русский, ну, можно, да, да. А Потанин, даром, что вот он из семьи, он же из казачества был, он в экспедиции без оружия всегда отправлялся. Вот, есть разные воспоминания, как его там местные обсчитывали, обегоривали, там, с деньгами что-то, вот, Обручев, в частности, который в этих экспедициях писал про Потанина такое. Он просто вот такой русский интеллигент. И вот что было характерно и для него, и для Ядринцева, вот это очень внимательное отношение к тем, кого называли инородцами. А не характерное для той эпохи. Ну, всё-таки он этнограф. И вот этот интерес и сочувствие. И если Ядринцева почитать, вот, Сибирь-колония, там же это тоже. Он там сравнивает русскую колонизацию и судьбу инородцев, сравнивает с судьбой индейцев. И там много совершенно жутких свидетельств того, чем обернулось для сибирских народов строительство империи. И вот это сочувствие, так скажем, к нерусской Сибири, это то, что отличало Потанина, Ядринцева, единомышленников от очень многих. И понимание, и интерес вот к этому миру. Виктор Мученик у нас в гостях в подкасте «Код города». Говорим мы о городе Томске и вернёмся буквально через мгновение. Говорит «Радио Свобода» в эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев и сегодня в студии же наш гость Виктор Мученик рассказывает о Томске. Виктор историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор Томской телекомпании ТВ-2. Ну вот говорили мы много об областниках, о XIX веке с переходом в XX уже столкновении с Колчаком и с большевиками. Томск послевоенный. Вот этот вот рост, который связан и с атомной промышленностью, и с оборонной промышленностью, и затем уже с деятельностью Лигачёва. Он же был закрытый город при этом. Да, закрытый. Туда иностранцев не было. Иностранцев не пускали. Ну, иногда там кого-то заносило под большим надзором, а вообще не пускали. Весь город был, как почти один из самых больших закрытых городов, фактически, получается. Ну, там рядом с ним Северск, тут вообще... Ну, понятно, что маленькие города, там Саров какой-нибудь, понятно. Тут вообще полностью закрытый. Ну и в Томск доступ иностранцам был ограничен. А в целом режим закрытого города был? Режим... Как бы в ЕКПП, вот это всё... Нет, это всё было в Северске. А, а здесь только что иностранцам... Северск, Северск, он просто город за колючкой. Иностранцам запрещен. А Томск, он... Интересно, но при этом нет въезда иностранцев, но при этом такая вообще наука, столько у него... Ну, с другой стороны, да, советская наука, как и иностранцы. Советские университеты. Вот это вот хотелось тоже ещё обсудить. Сибирские Афины. Я тоже думал, я даже не знаю другого такого города на карте империи, который не был бы столицей союзной, ну, там, Москва-Петербург, столицей союзных республик, условно говоря, Киев-Минск. Сколько? Девять вузов. Как так вообще сошлось в Томске всё? Ну, собственно, одна из идеи опять же властников была, что абсолютно необходим университет за Уралом. И, по счастью, случилось так, что действительно первый университет за Уралом был открыт именно в Томске. И Томск стал центром университетского образования. А поскольку изначально он был открыт как медицинский, первый факультет. Там первый факультет, он долгое время оставался единственным факультетом медицинского. Да, соответственно, потом сразу же, естественным образом от университета отпусковался медицинский институт, он тогда назывался, потом он стал университетом. Но в целом науки больше естественные. Политехнические. Политех Томский. Политех, самый большой из томских вузов. Ботаника. Слушайте, у меня впечатление от Томска и остался ботанический сад закрытый. Ботанический сад, да, прекрасный. Меня вот я посещал университет, меня водили. Я, честно скажу, вам потрясён. Это было зимой видеть вот эти вот пальмы все. И прям люди с большой гордостью рассказывали, как поддерживается климат. Да, прекрасный, прекрасный ботанический сад, конечно. Прекрасная библиотека научная. Там до сих пор ещё лежат. Вот там, например, отлично есть архив. До сих пор, по-моему, с ним толком ещё никто так и не поработал. Отличный архив французской печати времён Великой Французской революции. А библиотека Жуковского там же, в научной библиотеке. Ну, вообще, научная библиотека прекрасная совершенно. Это прекрасный вот такой... Это ещё от имперских времён, от российских имперских времён вот такое вот шло распространение культуры такими... Ну, да, конечно, университетским городом он стал в конце XIX века, 80-й год. Я вспоминаю свой визит, первый самый визит в Томск. Мне его показывало ни много ни мало как ректор Томского госуниверситета Эдуард Голожинский. Который в то время меня просто обаял, должен сказать. Человек, видно, интеллигентнейший. Ну, не буду это употреблять этим словом, но человек действительно с таким серьёзным культурным бэкграундом. Как я понимаю, он на музыкальную школу закончил. Вот. И всё это было очень невероятно. Я был воодушевлён этим. Ну, глядя на то, что сейчас произошло, человек в санкционном списке подписал вот это вот письмо ректоров относительно войны и так далее. Ну, Эдуард, он мой бывший студент, поскольку я, в общем-то... Историк. Историк, конечно. Я прекрасно представляю себе, что он подпишет всё, что надо в любой момент. Надо будет другое подписать, он другое подпишет. Главное его свойство в том, что он человек практический. Вот. Человек, который вписывается в любую ситуацию, в любой ситуацию, он, может быть, когда вы общались, он был европейцем. Мы приезжали как раз в составе делегации Европейского Союза. Мы искали, где открывать европейские информационные центры и в том числе хотели на базе Томского госуниверситета. Ну, понятно, он очень топил заболонскую систему, я это всё помню, она внедрялась, там, европейские учёные, университет претендовал вот на этот список, участие в списке ТОП-100. Да, 5-100 вот это было. Да, очень важно было, там, эти европейские публикации за это всё боролись. Ну, это был один контекст, сейчас другой контекст, и мы будем... Вот сейчас они там беспилотники будут выпускать совместно. Ну, вот это вот университетское наследие, большое, я думаю, действительно, ну, как наукоград, большой процент интеллигенции в городе, технической, франциссерской. Ну, да, но это, опять же, она формировалась и университетом, и ссылкой, вот этот вот культурный слой. Я же сам тоже из семи ссыльных, и я помню ещё вот к дедам приходили такие старики, а деды были ссыльные медики, врачи, в медуниверситете, где-то там кафедру создал. И я помню вот своё детское впечатление, которое я никак не мог в детстве рефлексировать, что это какие-то другого типа люди, а вот сейчас я бы назвал этих людей словом старорежимные, вот они вот какие-то вот такие были. Ну, и, конечно, конечно, ссылка, ну, и университет, потом Академгородок, созданный как раз вот во времена Легачёва и при его деятельном участии. Да, конечно, конечно, это всё Томске формировало. Но Легачёв всё-таки, возвращаясь к нему, остаётся в памяти и местных, как один из таких отцов города советского Томска. Ну, он реально, да, реально, он там по-своему, по-советски, со всеми особенностями такого советского чиновника и отчасти такого энергичного. А он местный из Томска? Нет, нет. Приезжий варяк. Московский, он просто, Томск для него стал вот таким местом самореализации. И, ну, насколько я его понимаю, мне приходилось общаться, и отец с ним общался. Но, во всяком случае, он был человеком, который искренне хотел вот это, вот этих преобразований, искренне хотел, чтобы Томск перестал быть вот таким провинциальным городом, который он застал, и который ему казался вот чуть-чуть таким заболоченным, чтобы он ожил. И как-то по-своему, на свой лад, он всё время, он был очень энергичным человеком, незамеченным в воровстве. Ну, и, конечно, очень таким советским во всех смыслах этого слова. То, что вы рассказали о Томске, очень интересно, и мне кажется, вот эта вот независимость Сибири, другая Сибирь, Сибирь, как не Россия, не Москва, она в будущем прорастёт. Виктор Мучник, историк, журналист, томич, потомок ссыльных, сибиряк, был у нас в гостях подкаста «Код города», где герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Меня зовут Сергей Медведев, это Радио Свобода. Услышимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова